Приветствую всех, кто зашел на мой канал. Всем советую гулять по Риму утром, когда на улицах города мало туристов и не жарко. А когда наступает сильная жара, можно спрятаться в музеях. И сегодня мы с вами зайдем в Капитолийские музеи, которые были основаны 15 декабря 1471 года папой Сикстом IV, тем папой, который основал Сикстинскую капеллу. Он передал в дар народу Рима собрание из четырех античных бронзовых скульптур, которые раньше находились в Латеранском дворце. Латеранский дворец был резиденцией римских пап. Так был создан первый публичный музей в мире. Но в документе было указано не дар, а возврат. Ведь скульптуры были наследием императорского Рима, а папа решил вернуть их римскому народу, законному наследнику Древнего Рима. Вам, наверное, сразу стало интересно, какие именно скульптуры послужили основанием музея. Сейчас я вам их покажу. Каждый город имеет свой собственный символ, уникальный и узнаваемый всеми. И когда мы говорим с вами о таком городе, как Рим, с многолетней историей за спиной, с монументальными площадями, с захватывающим дух красотой, мы не можем не вспомнить о знаменитой капиталистской волчицей, с которой связана история Ромула и Рема, основателей Рима. По легенде, волчица спасла близнецов. Ее изображали даже на древних монетах. А сегодня, блуждая по Риму, вы можете прогуляться по Вео де ла Лупа. Лупа в переводе с итальянского – это волчица. Но я вам советую обязательно посетить капиталистские музеи, где воочию вы можете полюбоваться великолепной статуей волчицы. Это одна из четырех античных бронзовых скульптур, которые послужили основанию музея. Первое упоминание о статуре волчицы было еще до нашей эры, когда статуя находилась недалеко от Капиталистского холма и оставалась там до тех пор, пока в нее не ударила молния. Именно тогда статую перенесли. Для римлян статуи, пораженной молнией, становились священные. И поэтому волчицу спрятали на Капиталистском холме, то есть спрятали от варваров. А потом ее еще много раз переносили с места на место. До сих пор ученые спорят о происхождении Капиталистской волчицы и датируют ее разными периодами. Однако точно можно сказать, что Капиталистская волчица была сделана намного раньше, чем Близнецы. Они были добавлены в эпоху Ренессанса. А в пинокотеке музея мы будем с вами рассматривать картины Рубенса «Ромул, Рэм и волчица». Перед нами фрагменты колоссальной статуи Константина Великого, первого христианского императора. Фрагменты статуи датируются началом IV века. Судьба многих древних бронзовых статуй была трагической. В средние века из-за нехватки сырья они были переплавлены, но некоторые фрагменты статуй были сохранены и дошли до наших дней. Позолоченная бронзовая голова статуй Константина Великого размером 177 сантиметров. Она удивляет как своим размером, так и качеством обработки металлических поверхностей. Лицо проработано, видны даже мешки под глазами, мимические морщины, опущенные щеки. Это говорит о том, что перед нами образ императора в зрелом возрасте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Колоссальная рука размером 150 сантиметров. Посмотрите, как проработана. Видны вены на руках, и, обратите внимание, сохранилась еще и позолота. Бронзовая статуя Камила с серебряными глазами. Ее размер 141 сантиметр. Камилом был молодой человек, который помогал в церемониях с жертвоприношениями богам. Небольшая бронзовая статуя – мальчик, вытаскивающий за нозу. Ее размер всего лишь 73 сантиметра. Датируется она первым веком до нашей эры. Необычная поза фигуры сделала статую одной из самых популярных и самых копируемых произведений эпохи Возрождения. И, конечно же, в этом зале стоит обратить внимание еще на один экспонат, который бросается в глаза. На сегодняшний день это один из самых известных экспонатов коллекции капиталистских музеев – конная статуя Марка Аврелия из позолоченной бронзы. Поднимаясь на Капиталистский холм, в центре площади стоит копия конной статуи Марка Аврелия. А здесь, в Капиталистском музее, оригинальная, единственная дошедшая до нас конная статуя римского императора из бронзы. Бронзовая конная статуя первоначально стояла рядом с базиликой Сан-Джованни, примерно на том месте, где сегодня стоит латеранский обелиск. Об этом свидетельствуют рисунки и картины, сделанные до переноса конной статуи. Затем оригинальная конная статуя находилась на Капиталистском холме до 1979 года. 20 апреля 1979 года на Капиталистской площади против Дворца сенаторов взорвалась бомба. Только благодаря тому, что в эту ночь площадь была пустая, жертв не было. Статуя Марка Аврелия не пострадала, но ее решили увезти на реставрацию, которая длилась 9 лет. После реставрации конную статую не поставили на площадь, а убрали под крышу в музей. А на площадь поставили хорошую копию. Марка Аврелия помнят как императора-философа. Он был один из немногих императоров, которые совершенно не интересовались гладиаторскими играми. Он предпочитал читать. В средние века считалось, что статуя изображает римского императора Константина I. В 1313 году он снял запрет на исповедание христианской религии. Только потому, что думали, что это Константин, бронзовая статуя хорошо сохранилась. В то время как другие статуи, изображающие императоров до Константина, у них была языческая вера, были намеренно уничтожены где-то в V веке. Сейчас мы находимся с вами в Зале гусей, где выставлен бронзовый бюст Микеланджело, работа Даниэля де Вольтера. И бюст Медузы, работа Бернини. Чтобы создать бюст Медузы, Бернини вдохновился мифом об одной из горгон, который был описан в метаморфозах Овидия. Дочь морского божества Медуза обладала силой убить любого, кто посмотрит на нее. У царя Аргуса была красавица дочь Даная, но не было сыновей. Когда он спросил предсказателя, будут ли у него сыновья, тот ему ответил, что нет. Наследник у него так и не появится. Но зато родится внук, которому судьбой написано убить своего деда. Он убьет тебя и займет твое место, сказал предсказатель. Царь решил запереть дочь в самой высокой башне города. Таким образом, она будет подальше от мужчин и не родит сына, подумал он. Даная находилась в башне, и вот однажды в виде дождя ее посетил Зевс. После этой встречи у Даная родился сын Персей. Старый царь, обезумев от ярости, все еще пытался избежать предсказанной участи. Его работники сделали большой деревянный сундук, поместили Данаю и ее младенца, закрыли сундук и бросили в бушующее море. Юпитер переживал за судьбу Даная и Персея, он обратился за помощью к Нептуну. Бог моря успокоил воду и прибил сундук к ближайшему берегу. Их нашел и спас рыбак, брат правителя острова, на который они попали. Правитель острова, Полидект, поприветствовал Данаю и Персея и оставил жить на острове. Персей вырос в прекрасном дворце и стал самым сильным мальчиком на острове. И Даная была прекрасна. Правитель острова влюбился в нее и хотел жениться, но Персей был против брака матери. Тогда правитель острова задумал избавиться от юноши. Однажды во время пиршества правитель острова Полидект спросил у своих гостей, что бы они могли ему подарить. Было названо много всего. Кто-то хотел подарить в дар ему коня, кто-то сокровища, а Персей сказал, что он раздобудет для него даже голову самой Гаргоны. Одним словом, Полидект поймал юношу на слове, и ему пришлось подтвердить слова делом. Гаргоны были три сестры. Три крылатые чудовища со змеями вместо волос, с клыками, как у кабана, а шея у них была покрыта чешуей. Две Гаргоны были бессмертны, а третья медуза не обладала бессмертием, но все равно справиться с ней было очень сложно, так как она одним взглядом могла любого превратить в камень. Персей смог достать шлем Аида, делающий своего хозяина невидимым, а затем в нем он сможет подойти поближе к медузе, крылатые сандалии, волшебную сумку для головы медузы, острый меч и бронзовый щит. Бронзовый щит был как зеркало, ведь в глаза медузы нельзя было смотреть, иначе ты сразу превратишься в камень. И Персей в поисках медузы смотрел в щит, как в зеркало. Он долго искал медузу, и вот когда увидел ее, обнажил меч и одним точным ударом отрубил медузе голову. Голова покатилась к его ногам. Персей поднял ее, положил голову в мешок, надел волшебные сандалии и полетел в обратный путь. Когда правитель острова увидел Персея, которого считал уже мертвым, он окаменел. Персей вынул голову медузы из мешка, царь увидел ее и на самом деле окаменел. Таким образом, красавица Даная не вышла замуж, а Персей стал царем острова. Медуза Гаргона выполнена Бернини именно в тот момент, когда она видит свое отражение в бронзовом щите, который был как зеркало. Глядя на себя, через несколько секунд она превратится в камень, и Персей сможет обезглавить ее. Испуганная медуза почувствовала свое поражение, и на ее лице отражается боль, которую она чувствовала. Бюст Микеланджело, работа ученика Микеланджело Даниэля де Вольтера. Продолжение следует... Античная коллекция капиталистских музеев раскрывает перед нами занавес в историю римского государства и моменты жизни ее представителей. Перед нами капиталистский брут, шедевр портретной скульптуры. Бронзовый бюст с инкрустированными глазами и слоновой кости, а зрачки сделаны из титанового камня. Датирование этого бюста до сих пор под вопросом. Предполагаемая датировка от конца IV века до н.э. до I века н.э. Конечно, бюст был реставрирован, поэтому его изначальный облик нам представить очень сложно, но посмотрите на неповрежденную поверхность, волос, щеку, лба. Часть бюста ниже шеи была изготовлена во времена эпохи Возрождения. Некоторые ученые предполагают, что это была статуя в полный рост, а некоторые предполагают, что это была конная статуя. Если все-таки предположить, что это ранняя статуя, например, III век до н.э., то она не римская. В Риме в то время еще не были освоены приемы литья и не существовало никаких литейных мастерских. В то время мастерами литейного дела были этруски, а римляне лишь заказывали у них статуи. Сейчас мы проходим с вами по залу Горациев и Куриациев. Этот зал так назван по сюжету одной из фресок. На фресках зала изображены некоторые эпизоды из истории Рима. Фрески зала были выполнены кавальеру Дарпину. Кстати, в мастерской кавальеру Дарпину даже работал Караваджо. Последняя реставрация этого великолепного зала была проведена в 2016 году. Реставрацию оплатил меценат Алишер Усманов. Он пожертвовал 300 тысяч евро. На этой фреске изображен легендарный царь Нума Пампилий. В центре на алтаре горит священный огонь, а слева – весталки. Именно Нума Пампилий построил храм Весты в Риме. Богиня Весты отвечала за священный огонь. История похищения сабинянок, наверное, известна всем. После основания Рима Ромул объявил, что дает убежище всем и обещал дать землю. Так в Рим стали съезжаться не только бедные люди, которые хотели получить землю, но и преступники. Больше всего в городе было мужчин. Женщин катастрофически не хватало. Жители соседних городов не хотели выдавать замуж своих дочерей за преступников. Тогда Ромул пошел на хитрость. Он организовал пышный праздник, пригласил гостей. Те приехали с детьми, с женами. И в разгар праздника римляне бросились на молодых девушек и растащили их по своим домам. Так были похищены сабинянки. Сейчас мы переходим с вами в пинокотеку, в которой находятся девять залов. Первый зал посвящен итальянской религиозной живописи позднего средневековья и раннего возрождения между концом XIV века и началом XVI века. Все картины, представленные в первом зале, выполнены на дереве. Во втором зале представлены картины из Феррары, столицы небольшого независимого государства, которым правила семья Десты. В капиталистских музеях много картин итальянского художника Бенвенута Тизи. Его еще часто называют Гарофало. Своё прозвище художник получил по гвоздике на своем гербе. Это один из самых узнаваемых библейских сюжетов – Благовещение. На переднем плане слева мы видим ангела в роскошной одежде. Он – колено преклоненный перед Марией. На голове у него корона, а в правой руке три большие лилии – символ чистоты и непорочности. Это посланник Божий архангел Гавриил. Он принес благую весть. На иконах и картинах его часто изображают с лилиями. Архангел Гавриил был послан Богом к Марии в Назарет с вестью о том, что она скоро родит Спасителя мира. Он вошел в дом Марии, чтобы оповестить ее о том, что она скоро станет матерью. Мария одета в красное платье, голова чуть опущена, одной рукой она листает книгу, а другую прижимает к груди. За спиной Марии мы видим домашнюю обстановку – зажженный камин и кота. Мария так поглощена чтением, что даже не замечает архангела Гавриила. Конечно же, вы, наверное, заметили на картине «Гвоздики». Это подпись художника. Горофало в переводе с итальянского «Гвоздика». Картина обручения Богородицы меня поразила деталями, которые хотелось рассмотреть. Я долго стояла возле этой картины. Кстати, это просмотра получила здоровье. Перед нами еще одна великолепная картина Гарофала «Мадонна с младенцем и святыми». Еще ее можно назвать «Мадонна с младенцем во славе», так как на небесах мы видим оркестр из ангелов, а в руках у ангелов музыкальные инструменты. Мадонна с младенцем находится на облаках над местностью с домами и жителями. На переднем плане два монаха. По одежде мы узнаем, что это францисканцы. Их ряса подвязана веревкой с тремя узлами. Справа, скорее всего, Франциск Осиский. Если присмотреться, можно рассмотреть стигматы, раны на руках и на ногах. Франциск Осиский стал первым святым, получившим дар стигматов после общения с Христом. О художнике Бенвену Татизи мы мало что знаем. Мы знаем, что он работал при дворе папы Юлия II, был знаком с Рафаэлем, в 50 лет ослеп на один глаз и очень сильно переживал и боялся, полностью ослепнуть. Поэтому он работал без выходных. Но, несмотря на эту проблему с глазами, он проработал художником еще 20 лет, а потом окончательно потерял зрение. А мы сейчас с вами зашли в третий зал пинокотеки, в котором выставлена картина венецианских художников XVI века. Картина Тициана Вичеллио «Крещение Иисуса». Похищение Европы в Веронезе. У царя богатого финикийского города Сидона было три сына и дочь, которую звали Европа. Однажды Европе приснился страшный сон. Проснувшись от страха, девушка стала молиться о том, чтобы боги уберегли ее от беды, а затем пошла гулять со своими подругами на луг, который находился у берега моря. Девушки бегали, собирали цветы, набрав цветы, стали водить хоровод. В это время Зевс увидел на лугу самую красивую девушку – Европу, которая блистала своей красотой. Он с первого взгляда влюбился в нее и решил похитить ее. Зевс-бык подошел к девушкам. Девушки окружили дивное животное, стали ласкать его, гладить. Европа тоже гладила быка, обнимала и целовала его голову. Бык лег у ног красавицы, как бы прося ее сесть на него. Но как только Европа села на спину быка, он резко вскочил и быстро помчался к морю. Бросившись в море, он поплыл, как дельфин. Вскоре вдалеке появилось очертание огромного острова – это был Крит. Зевс-бык вышел на берег. Так Европа стала женой Зевса и родила ему трех сыновей. На картине Тинторетто – кающаяся Магдалина, бывшая блудница. Она изображена в молитве. На картине можно рассмотреть очень много символов. Слева лик Магдалины освещает вышедшее из-за облаков солнце, а в правой части еще виднеется лунная ночь. Так мы понимаем, что ночи – пороки Магдалина оставила позади. Блудница, живущая и работающая в ночи, оставила прошлое позади и приняла веру. Доменико Рубусти часто называют Доменико Тинторетто. Он – итальянский живописец эпохи Ренессанса, представитель Венецианской школы живописи. Доменико Рубусти был сыном художника Якубо Рубусти, тоже известного как Тинторетто. Это прозвище перешло и к сыну. Откуда же взялось прозвище Тинторетто? Дед Доменико Рубусти был красильщиком ткани. Отсюда и его прозвище Тинторетто, что означает «маленький красильщик». И чтобы не перепутать двух представителей Венецианской школы, одного называют Доменико Тинторетто, а другого – Якубо Тинторетто. В этом зале представлены только работы Доменико Тинторетто. В последние годы XVI века Рим стал европейской столицей живописи и главным местом художественных исследований. Все величайшие художники того времени приезжали в Рим, чтобы учиться и работать. Доменико Тинторетто. 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 Рея Сильвия была жрицей богини Весты. Весталком нельзя было выходить замуж и тем более рожать детей. На пятом году своего служения Рея стала жертвой насилия. Так нарушила обет целомудрия данной богини Вести. Рея родила близнецов. Узнав об этом, о муле родной дяди Реи приказал утопить ее вместе с детьми. Рея Сильвия оказалась брошенной Марсом отцом их детей, да и дядя решил от нее избавиться. Но бог реки Тибра сжалился на Дрея и сделал ее своей женой. Тибр разлился, а корзину с детьми прибило к подножью Палатинского холма. Волчица бежала к водопою и вдруг услышала детский плач. В корзине лежали близнецы. Волчица согревала их своим теплом, а дядя Лычибис приносили им еду и оберегали от всякой беды. Бога реки мы видим в образе старика. Он облокотился на большой кувшин, из которого вытекают воды реки. А рядом с ним Рея Сильвия, мать близнецов. На картине Караваджо, гадалка, предсказывающую судьбу, мы видим персонажей, взятых из жизни Римской улицы. Цыганка, видимо, заинтересовала Караваджо. Своим взглядом, внешним видом она предложила погадать ему, но он художник, и ему сразу захотелось, чтобы она ему попозировала. Он пошел на хитрость. Согласился, чтобы она ему погадала взамен, если она ему немного попозирует. Цыганка нагадала ему деньги, длинную дорогу и в конце сказала, у тебя очень короткая линия жизни, будь осторожен. Он посмеялся, расплатился и продолжил работу над картиной. А цыганка, выходя из подвала, прихватила с собой вино и колбасу и оставила Караваджо и его помощника без ужина. Еще одна картина Караваджо – юный Иоанн Креститель. Многие художники были вдохновлены Микеланджело и Караваджо не исключение. Поза Иоанна Крестителя на этой картине напоминает нам юношу, изображенного на своде Сикстинской капеллы. На этой картине есть детали, на которые надо обратить внимание. Слева от Иоанна Крестителя, под сброшенной одеждой, находится вязанка дров для жертвенника. А справа мы видим кустарник, который называется Тис. Этот необыкновенный кустарник овеен тайнами и загадками. Караваджо пришлось обращаться к книгам, чтобы правильно изложить символику библейских сюжетов. Но, несмотря на библейский сюжет и многие запреты, Караваджо на картине еще воспевает и красоту молодого мужского тела. Картина Гуэрчино «Погребение святой Петра Нилы». Святая Петра Нила, согласно одному из преданий, была дочерью святого апостола Петра. Другие же источники сообщают нам, что она могла быть духовной дочерью апостола Петра, который излечил ее от паралича. Девушка была очень красивая, и святой Петр запер ее в башне, чтобы уберечь от мужчин. Но однажды язычник захотел жениться на ней, и святая Петра Нила пошла на голодовку, от которой и умерла. Ее мощи покоились в катакомбах Рима до 757 года, а затем были перенесены в собор святого Петра. В XVII веке Гуэрчино было поручено написать алтарный образ для алтаря над ее могилой. Эта картина находилась в соборе святого Петра до 1730 года. В 1730 году она была перенесена в Кверинальский дворец и заменена мозаичной копией. В 1795 году Наполеон увез ее в Лувр. Однако Антонио Канова вернул ее после падения Наполеона и привез ее в Капитолийские музеи, откуда она больше никогда не перемещалась до сегодняшнего дня. Дорогие друзья, обратите внимание, как мало посетителей в залах пинокотеки и как доступны картины. В VI зале находятся картины живописцев Болонской школы от Карачи до Гвидарыни. В VIII веке Гуэрчино В VIII веке Гуэрчино В VIII веке Гуэрчино В VIII веке Гуэрчино В Гуэрчино В Ви зале В Ви зале В Ви зале В Ви зале Прекратные Продолжение следует... 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 Продолжение следует...